Доброго времени суток! Все адекватные киперы, любящие своих питомцев, знают, что счастливый питомец – сытый питомец. И поэтому своих зверей нужно кормить правильно, а не всякими куриными яйцами да вареными картошками. К выбору правильной кормовой базы для муравьев нужно подходить осмысленно, зная особенности вида, среду природного обитания и гастрономические предпочтения. Но сегодня речь пойдет не о муравьях-гурманах, хоть это и интересная тема, а о более глобальной проблеме мирами киперов. Это первая часть из цикла видео «Колония кормовых культур». Первая часть, а значит надо начать с чего-то простого, например, с наиболее распространенных в содержании мирами киперов и жуков чернотелок. Это крупное семейство жесткокрылых, включающие в себя более 20 тысяч видов. Естественно, не все чернотелки пригодны для разведения на корм. В рядах кормовых культур можно встретить не более десятка видов. Собственно, я развожу три вида чернотелок. Начну с самого маленького. Латинское название – Lamoides dermistoides. На родине жука, в Южной Америке, их называют Горохо, а у нас их зовут Жук-знахарь. Приверженцы народной медицины считают, что этот жук лечит болезни, спасает от смерти, дает плюс 10 кКП и все в этом духе. И вправду, полученные сведения от биохимиков Соединенных Штатов доказали наличие веществ, ускоряющих вито-процессы в клетках организма. Но о дальнейших исследованиях в этом направлении вроде как не было слышно. Мы есть горстями жуков не будем, нас интересуют другие их качества. Жучки мелкие, 5,5-6 мм в длину, темно-коричневого цвета, блестящие и прожорливые. При раздражении начинают специфично пахнуть, это присуще всем чернотелкам, так они спасаются от хищников. Самих жуков муравьи есть вряд ли станут, это как грызть консервную банку, которая еще и воняет. А вот личинок почему бы и нет. Тонкий хитиновый покров, вкусная белково-жировая начинка, все что надо для подрастающего поколения, плюс можно угоститься и добытчиком. При достаточном количестве имага, а именно около 100-120 особей, у вас не будет дефицита вкусных червячков. Это актуально, если вы новичок и держите пару непрожорливых колоний. Два самых главных требования для успешного разведения. Еда и вентиляция. Многие считают, что эти жуки летают. Да, это так, но летают они только при недостатке еды и только если родится следующее, так сказать, летающее поколение. Поэтому можно не бояться и держать их в контейнере без крышки. Так мы решим заодно проблему из вентиляции. Если все-таки боитесь, то можно покрыть марлей или любой другой тканью и усилить все это резинкой для купил. Проблему с едой тоже можно легко решить. Просто дать им жить в собственной еде. То есть вместо субстрата использовать отруби, овсянку, кукурузную или пшеничную крупу. Недостаток влаги решается двумя способами. Например, опрыскиванием субстрата из пульверизатора или пару раз в неделю давать им свежие овощи или фрукты. Первый способ приведет к брожению субстрата, а второй просто идеален. Конечно, можно спокойно оставить их на пару недель без влажного прикорма, но это скажется на скорости роста личинок и на их пищевую ценность. В идеале нужно чередовать овощи, фрукты и зелень в их рационе, но можно просто не выкидывать шкурки от банана, очистки моркови или картофеля, стебли петрушки, погрызки яблок, а пригостить свою кормовую культуру. Лучше пусть эта органика пойдет в пользу, чем будет гнить в мусорном баке. Если все было сделано правильно, то через месяц-полтора вы замените маленькую супницу с жуками на контейнер побольше. Не переживайте, что с каждым разом им будет требоваться садок более вместительный. При достижении необходимого количества жуков, производителей лишних можно подмораживать и скармливать, например, птицей. Воробьи и синицы с удовольствием клюют как жуков, так и личинок. В целом можно сказать, что это простая кормовая культура, не требующая больших усилий и забот. Вот. Главное знать, что и как. А что и как вы теперь знаете. Все в порядке. Перейдем дальше. Тенебриум молитв. Латинское название любимца террормистов мышного жука. В отличие от аргентинского знахаря, этот жук встречается повсеместно. Паразитирует в амбарах и зернохранилищах, активно поедая припасы. Зерно и мука после такого вмешательства перестают быть пригодны в пищу и теряют все кулинарные и пищевые качества. Обширного распространения этот жук добился за счет своей неприхотливости и плодовитости. А это два самых главных качества для кормовой культуры. Жуки относительно крупные. 14-15 мм в длину с черным матовым окрасом. Как и жук знахарь, нетребовательные к повышенной влажности могут жить в собственной еде. Субстрат можно использовать такой же. Отруби, овсянка, пшеничная или кукурузная крупа. Следует давать иногда влажный прикорм в виде фруктов, овощей или зелени. Опять же можно не тратить лишний раз, а скармливать им всякие очистки от овощей, огрызки яблок и так далее. Необходима хорошая вентиляция. Дама ничего не затухла и не завелась плесень. Я не раз наблюдал летом картину, как на улице летают эти жуки и смею предположить, что в случае необходимости они могут воспалить ввысь. Поэтому не стоит забывать их кормить, а возможность полетать сразу исключить наличием крышки с вентиляционными отверстиями. Сами жуки, как и все чернотелки, при опасности испускают неприятный запах. Он не так отчетлив, но все же не все муравьи стараются на них охотиться. Тем более в жуках меньше питательно, чем, к примеру, в их личинках. Вот их и стоит использовать как живой белковый корм. Они довольно крупные и мясистые. При достаточном количестве имаго-производителей можно даже выборочно искать мелких червячков для маленьких колоний и муравьев, а больших для крупных. Это очень удобно. Если же у вас какая-то другая животина, то придется подождать месяц-полтора, пока они вырастут до максимального размера. А это немного не мало, 2,5 см. Каково же мое мнение по поводу этих жуков? Не могу сказать что-то однозначное. Многие киперы их обожают, говорят, что они дико удобные, но не соглашусь. В более крупных объемах производства количество затраченного сырья не сопоставимых с количеством полученного продукта. Домашним разведением этого можно не учитывать, да и у меня они пока плохо развиваются, поэтому оценка пока средняя. Будем пробовать, будем смотреть. Последний представитель чернотелок в этом видео – зафобос морео, который в принципе не имеет простонародного названия. Разве что некоторые называют их зафобос, что по сути не является неправильным. Это крупные черные жуки, очень подвижные и интересные даже не в качестве кормовой культуры, а просто как домашний питомец. Но тут возникает проблема. Как и все другие чернотелки, зафобос при раздражении выделяет специфичный запах. Если подержать жуков в руках, то руки будут неприятно пахнуть несколько часов. Ни мыло, ни другие запахи, устраняющие средства, тут не помогут. И только лимон способен слегка сбить амбре. Через пару месяцев можно к этому привыкнуть. Я привык. Это можно отнести к минусам содержания и разведения. Рассмотрим все аспекты выращивания данной кормовой культуры по порядку, а именно с личиночной стадией. Обычно в самом магазинах продаются уже подросшие личинки на корм разному зверью. Подросшие это значит до 50 мм в длину. По пищевым качествам они считаются очень жирными и используют их лишь для дополнения к основному блюду. Для муравьев ожирение не страшно. Трудолюбивые няньки из всего, что принесут в гнездо, сделают питательную кашель для подрастающего расплода. Личинки морю быстро растут, набирают массу и часто линяют, что дает возможность найти подходящего по размеру и по мягкости хитина червячка для своих питомцев. Второй большой минус заключается в неспособности зафобоса переходить в стадию куколки в общем садке. Желание окуклиться можно определить по постоянному поиску личинки на поверхности укромного уголка. Для такого определения можно даже положить спичечный коробок с небольшим отверстием на поверхность субстрата и проверять каждый день, отсаживая самых крупных личинок в отдельные емкости. Окукливание необходимо проводить в тесном объеме без доступа прямых солнечных лучей, а лучше вообще в темноте. Я перепробовал кучу разных баночек-коробочек и остановился на двух вариантах. Это вертикально поставленные пробирки, либо соусницы с проделанными вентиляционными отверстиями. Следует соблюдать важное правило – одна личинка – одна емкость, иначе метаморфоза не произойдет. Примерно через 3-4 дня, а может чуть позже, личинка перелиняет в красивую куколку, которую можно приложить в другой контейнер, где будут храниться куколки вместе. В таком состоянии они будут лежать пару недель, после чего у некоторых начнут темнеть лапки и мандиплы. Эта куколка готовится стать полноценным имага. Уже на этом моменте можно разглядеть усики, будущие крылья-надкрылья, глаза и прочие аксессуары. Стоит учесть, что этот этап может принести первые потери. Если вы хотите получить около 10 жутков, на окукливание следует отправлять 13-14 личинок, так как некоторые из них могут не захотеть сразу окуклиться, неправильно перелинять, нереть и т.д. Если же потерь не было, то они будут позже. Это я вам гарантирую. Данный процесс – это великое таинство природы, наглядно показывающее метаморфозу куколки и полное превращение насекомого. Пройдет еще неделя, как в контейнере с куклами будет ползать бежево-коричневый жук. Не стоит его сразу пересаживать в бокс для последующего содержания. Да-да, вы не ослышались. Чтобы разводить за Фобос Морио, вам потребуется десяток емкостей разных форматов. Больше контейнеров – богу контейнеров. Это еще один минус. Пройдет еще пара дней, жуки потемнеют, и тогда можно сажать в новый садок. К обостройству нового дома следует отнестись с должным вниманием. Жуки требуют влагу, белковый корм и укрытие. Так же, как и его младшие братья, мучник и знах, Морио может получать влагу как из сочных фруктов, овощей и зелени, так и напрямую часть запрыскивания субстрата и стенок контейнеров. В нашем случае лучше использовать первый вариант. С белковой подкормкой будет немного сложнее. В природе что жуки, что личинки не брезгуют приедать мертвичинку. Поэтому в домашнем содержании нужно стараться подкармливать либо гомарусом, либо свежим или вареным мясцом. Подойдет также рыба нежирных сортов, фарш, смешанная с водой мясо-костная мука. По сути, тем же можно иногда баловать из нахаря с мучником, но это не обязательно. Они способны получать необходимое из того, что имеют, либо из трупов собственных собратьев. Да, каннибализм среди чернотелок не редкость. Азофобос в этом вообще специалист. Если, к примеру, какая личинка по ошибке начнет окуклиться в общем садке, ее тут же съедят другие личинки и даже взрослые жуки. Именно по этой причине не стоит сразу сажать полинявших жуков в общий контейнер, а подождать полного потемнения хитина. В плане расхода количества еды на особь личинки превосходят жуков. И опять нам понадобится еще один контейнер, чтобы отсаживать червячков от имага. Это необходимо еще и для того, чтобы мелкие личинки не ели свежие кладки яиц. Кстати о яйцах. В случае с азофобосом опять придется повозиться. Для кладки мамаши убирают защищенные места. Дрещины в камнях, узкие проломы в древесине и так далее. Для этих целей следует использовать кривой кусок коры, либо другой материал с искусственно проделанными отверстиями и щелями. Яйца требуют высокой влажности, так что не лишним будет опрыскивать водой пару раз в неделю вместо кладки. В качестве субстрата можно использовать уже проверенные овсянкой и отруби, но можно и по бомжу купить мешок опилок. Разницы в скорости роста я не заметил, но опилки не плесневеют и не закисают. А это большой плюс. Возможно это сказывается лишь на пищевой ценности, хотя в древесине сахаров не меньше, чем в крупах. Правда эти сахара в полимерной структуре. Но когда это полисахарида нам мешали? Верно ведь? И маг из азофобос морю, а точнее самцы, агрессивные по характеру поведения. Для содержания в небольшом объеме рекомендуется увеличить полезную площадь. Различные кривые коряги или на худой конец лоток из-под яиц с лихвой даст нужное пространство. Потери при стычках самцов редки. Обычно все заканчивается бегством одного из участников сражения, либо парой обогрызанных лапок и усиков. Первое поколение жуков у меня прожило 9 месяцев, из заявленных в интернете 5. Закончили жизнь они посредством эвтаназии через заморозку, оставив после себя несколько сотен личинок. Которые потом стали кормом для птиц. Потому что столько много мнений к чему. Каждый представитель чернотелок имеет свои особенности, плюсы, минусы. Но какую кормовую культуру считать лучшей, выбирать вам. Я всегда за разнообразие в рационе и счастливый и сытый питомец. Хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу. Лучшая поддержка канала это лайк и подписка. Если вам понравилось видео, не забудьте рассказать друзьям. Всем добра и распада! Субтитры causing admins! Продолжение следует... Продолжение следует...